Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, один из двенадцати самых больших праздников. И мы вспоминаем видение во храм Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы. И событие это описывается в предании церковном. Когда праведные Иакимуана, родители Пресвятой Богородицы, уже будучи пожилыми людьми, ждали ребенка, они дали обет Богу, что когда родится их чадо, то они посвятят Богу свое дитя. И, конечно, нам сейчас с вами стоит задуматься, какая была вера у этих людей. Когда прошло три года, и Пресвятая Богородица подросла, они выполнили обет, данный Богу, нарядили Богородицу в лучшие праздничные одежды и пошли в Иерусалимский храм. При храме был прообраз современных монастырей, можно так сказать, потому что при Иерусалимском храме жили девочки и пожилые женщины, которые занимались рукоделием, молитвой. И вот, когда они пришли в храм, то их встречал первосвященник и другие женщины и девочки, которые жили при храме. И Богородица, будучи маленькой девочкой, смогла сама преодолеть 15 больших ступеней, чтобы подойти к первосвященнику и войти в храм. Первосвященник, ведомый Духом Святым, не только встретил Богородицу, но и ввел ее во Святая Святых. И Святая Святых имеет даже большее значение для евреев в то время, чем современный алтарь, куда женщины никогда не входят. А в Святая Святых даже первосвященник входил только несколько раз в году во время самых больших праздников, где один мог молиться Господу. И представьте, когда Богородица пришла, маленький ребенок, первосвященник, ввел ее в храм. Какое было удивление людей, которые видели это. Это было очень необычное событие. Именно поэтому мы вспоминаем, это сохранилось в предании, что это был действительно случай из ряда вон выходящий. Громе того, представьте, какие чувства были у родителей. Насколько крепкая была вера у них, если они с радостью отдали свою дочь на служение Богу. У всех из нас есть дети, все мы знаем, как мы их любим. Какая вера должна быть в Господа, чтобы добровольно, с радостью разлучиться со своим маленьким ребенком. Но в этом был промысел Божий. И Матерь Божья, всегда, имея крепкую веру, поскольку выросла при храме, всегда покорялась воле Божией, промыслу Господа. И действительно, то событие, которое мы вспоминаем, на самом деле нас готовит к Рождеству Христову. Сейчас идет у нас пост. Как мы знаем, богослужебный год начинается у нас в сентябре. Первый праздник большой – это Рождество Богородицы. Следующий, связанный с этими событиями – ведение во храм Богородицы. И уже затем, как завершение рождественского поста, у нас будет праздник Рождества Христова. И мне хочется пожелать, братья и сестры, чтобы мы укреплялись в вере, вспоминая события евангельские, вспоминая церковное предание, прикасались духовно к этим событиям. И это способствовало укреплению нашей веры, чтобы мы могли искренне радоваться тому, что Христос пришел в мир. И через Матерь Божию, которая помогает каждому из нас, когда мы молимся Богородице. Каждый верующий человек может вспомнить, когда он молился Богородице, и она ему помогла, услышала его молитву, укрепила духовно, укрепила веру. Желаю вам всем Божьей помощи, поздравляю с этим праздником. Спаси Господи. Спасибо. 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 Спасибо.